Сегодня поговорим про капсулу на лето. Я соберу из этого максимально универсальную капсулу. Помогать мне сегодня будет опять гель. Айди сюда, пожалуйста. Буду я ее сегодня наряжать. Вы знаете, что я люблю разбить комплекты и комбинировать между собой. На подкладке, как правило, полиэстеровая неприятная ткань. Брюки превращаются в элегантные шорты, элегантные шорты в элегантную юбчонку. Форма это ваша любимая. Мотокуртка с отстрочками. Мы уже сбились со счета, какое количество образов у нас получилось из 11 вещей. Привет, девчонки! Я знаю, что ролик про осеннюю капсулу зашел на ура. Сегодня поговорим про капсулу на лето. Как собрать из нескольких вещей себе образы на три месяца. Да так, чтобы потом что-то из этого можно было еще носить осенью. Вот об этом поговорим. У меня сегодня несколько единичек продукции бренда Ксении Князевой за спиной. Я соберу из этого максимально универсальную капсулу, которую можно применить и в городской среде, и прогуляться вечером где-нибудь в саду. И даже нарядный образ из этой капсулы мы выжмем. Сколько у меня единичек? Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать позиций. Я вам расскажу, по какому принципу я их собирала. Сейчас давайте обратим внимание на базовые комплектующие вещи, которые являются основой каждой капсулы. По такому же принципу, что и в осени у нас есть один костюм, который образует всю летнюю капсулу, разбивается на несколько единиц и составляет множественные образы с другими героями капсулы. У меня такой костюм льняной-голубой. Для тех, кто думает, что эта история исключительно для офисных сотрудников, работников, и мама в декрете не может носить льняной костюм, это неправда. Никто вам не запретит его носить. Тем более, что здесь вместо брюк очень удобные шорты-бермуды, сзади на резинке. Поэтому даже если вы будете наклоняться, кушать в этом костюме, только не заляпайте, конечно, вам будет достаточно комфортно в талии. Значит, у меня шорты-бермуды раз, дальше жакет тоже накидывается на плечи вечером, носится в прохладную погоду в городе летом, когда есть переменная облачность, и на солнышке жарко, а в тени холодно. Носим мы его с вами не только на майки и топы, носим мы его еще и на голое тело, подбирая, например, ремнем, потому что тут не слишком большой вырез, и туда можно надеть легкий топ, кроп-топ. Очень удобно будет комбинироваться. Также мы носим его на купальник. Но, что важно, во всех льняных жакетах, вот в масс-маркетах, я особенно заметила, что на подкладке, как правило, полиэстеровая неприятная ткань. Тогда смысл в льняном жакете сразу пропадает, потому что он должен дышать со всех сторон. Поэтому у нас здесь вискоза с шелком, и по этой причине его будет удобно и комфортно носить летом в жар Африку. И третья часть нашего комплекта – это жилет. Очень удобная вещь, особенно летом. Хотя в осень множественным образом можно стилизовать жилет, но в лете, поверьте, не меньше. Если вам стало жарко, то весь комплект вы можете дополнить жилетом. Вот шорты, жилеты, уже достаточно накида для аксессуаров, все прекрасно соберется. У нас есть небольшая фишка в жилете. Он расстегивается и, может быть, вот тут расстегнут, а тут внутри есть имитация второго жилета. Внутреннюю часть застегиваете, у вас получается топ под жилетом. Тоже очень классно, удобно. Опять же, все на шелково-вискозной подкладке. К телу идеально кусаться нигде не будет. Ну и в целом обращайте внимание на лен, который не сильно колом, стоит достаточно мягкий, чтобы не создавалось ощущение, что он у вас прям где-то трет, натирает, кусается, щипет. Вот этого не должно быть летом вообще неприемлемо. Следующее, что у меня есть, второй комплект. Вы знаете, что я люблю разбить комплекты и комбинировать между собой. Это широкие штаны из кружева и рубашка вместе с ними. На что тут стоит обращать внимание? Кружево всегда добавляет объем, потому что это фактурированная ткань. Поэтому мы делаем кружево свободной формы, надеваем его так, чтобы оно не обтягивало ноги. Поэтому на все размеры от 42 до 52 это кружево садится и смотрится красиво. У нас разбиты они по размерам. Сзади на спинке точно так же сделали небольшую резинку, чтобы было удобно, комфортно и ничего там нигде не пережимало. Рубашка с коротким рукавом, закрывающим локоть, с фестонным краем. Классная на местах, где просвечивает бюстгальтер. Есть карманы, поэтому мы всегда выбираем нейтральный телесного цвета или белого бюстик и прекрасно носим его там внутри под этой рубашкой. Еще у меня есть базовая классическая майка-борцовка. Вот такая вот. Раз. Хлопок прям обыкновенный. Одна штука. Потом у меня есть джинсы базовые летние, голубые момсы. Вот такие, немножко драные. Летом это допустимо. И правильная кокетка, правильный размер карманов, правильная классная варка. Конечно, без платья и сарафанного типа платье комбинации мы тоже не обойдемся. Я покажу, как его интересно можно стилизовать летом на каждый день, не только на выход, но на выход мы его тоже сегодня наденем. Еще одна более казуальная история с накидкой сверху. Верхняя одежда – это джинсовая куртка. У меня эта джинсовая куртка голубая. Такая немножко в пайетках. Классной формы. Форма – это ваша любимая. Мото-куртка с отстрочками. Только с интересной, самой модной варкой в виде неба в облаках. И плюс еще, конечно, легкий такой блеск с пайетками дает нам дополнительную текстуру. И последняя – это клетчатая рубашка дедушки. Тонкая, хлопковая, мягкая. Мы ее тоже будем множественным образом стилизовать в наших летних луках. Забыла про поло сказать. Конечно, базовое поло как альтернатива футболке. То есть тут может быть футболка, но я взяла поло, потому что у меня добавился еще один цвет в мою капсулу. Отвлечемся на секундочку, и я расскажу вам, что у меня есть мой телеграм-канал, в котором вы можете проживать со мной ежедневно классную жизнь. Я выкладываю туда только позитивные моменты, и за это и очень любят девчонки мой телеграм-канал. Говорят, что утро начинают вместе со мной, чтобы поднять себе настроение. Я вас туда приглашаю. Он не только полезный, но и очень веселый, жизнеотверждающий, жизнерадостный. Если мы с вами вот так, закрыв, немножко прищурив глаза, посмотрим, мы выделим три цветовых основных акцента. Конечно, это голубой, это розовый выделяющийся, и молочно-белый оттенок. Теплое такое молоко от более разбавленного молока, вот прям почти что белого, до густого топленого молока. И дальше четвертый объединяющий оттенок, который будет хорошо и с голубым, и с розовым, и с молочным, это коричневый, такой хороший, ореховый, насыщенный. Он у меня в текстурах, в отделке, он у меня в обуви, он у меня в отделке сумки, и он у меня в отделке аксессуаров. Посмотрите, я взяла с роговой оправы еще очки сюда. Получается, у меня 11 вещей, 3 пары обуви. Кстати, можно одну из них исключить. Например, вот эти голубые на каблуке можно убрать, но мне захотелось спортивного элемента немножко добавить. Все-таки то более минималистичная история. Босоножки на низком ходу, это удобно, комфортно, это много ко всему, к чему подходит. Потом на каблуке захотелось тоже добавить немножко спорта, потому что там достаточно спортивные застежки на липучке и немножко женственности через босоножки на невысоком каблуке. Рюмочки в леопардовом стиле. Те босоножки, которые будут хорошо объединяться у меня с бежевой сумкой и с ручками орехового цвета, которые будут хорошо играть с золотыми аксессуарами и с роговой оправой, со всеми коричневыми отделками. И по стилю осталось поговорить. Значит, у меня здесь есть вещи в нескольких стилистических решениях. Первое стилистическое решение – это драматическо-романтичное. Ну, белый цвет, кружево – это все про драму, про женственность неистовую. Следующий романтизм у меня также проявляется через платье и комбинацию в нежно-розовом барби цвете. Потом у меня есть классика – это у меня комплект из жилета, жакета и шорт. Это прям классическая история. Кроме того, у меня есть классика в рубашке, но тут добавлен немножко Грэнд Паккор через клетку. Заметьте, в клетке есть повторяющиеся элементы по варке, как и на куртке. Плюс здесь есть геометрия, она заключается в самой клетке. Плюс есть цветовые акценты в виде синего, молочного и того же самого розового, который есть у меня вот здесь в моей прекрасной комбинации. И, между прочим, геометрическая форма у меня присутствует и в куртке, потому что здесь тоже есть линии, отстрочки и определенная геометрия. Даже то, как держит форму эта куртка – это тоже геометрический предмет. Потом у меня есть немного кэжуал. Кэжуал у меня в джинсовой куртке. Кэжуал у меня, хотя с налетом романтизма, да, мы видим, это все блестит. Кэжуал у меня в джинсах базовых. И, конечно, ну, такое что-то кэжуал полуспортивное, даже я бы сказала, в майке-алкоголичке. Есть немножко спортивного элемента, также в рубашке пола. Я поддержала все это в аксессуарах. Значит, у меня в стиле минимализм одни босоножки, в спортивном другие, в драморомантичном третьи. Элементы романтизма есть также в аксессуарах в виде шляпы. Есть у меня еще натуральный такой кожаный ремень коричневого цвета. Я тоже его буду использовать для того, чтобы рассыпать акценты. Есть у меня спортивные элементы в очках. Есть романтичные элементы в других аксессуарах в виде табуз, сережек, колье. Есть у меня спортивный докер. И есть вот такая сумка, которая тоже более к спортивному стилю будет у нас относиться. Такая геометрическая, строгая. Ну и все. Значит, суть капсулы заключается в том, что я должна сейчас из всех этих вещей собрать огромное количество образов на разные случаи жизни, под разное настроение, в разных стилях скомбинированное, чтобы вы могли одними этими вещами все лето закрыть. Вторая суть заключается в том, что все верха из этой капсулы, практически все с небольшой оговоркой, будут у нас сочетаться со всеми низами. И даже некоторую нежаркую летнюю многослойность мы сможем с этими вещами скомбинировать. Помогать мне сегодня будет опять гель. А иди сюда, пожалуйста. Буду я ее сегодня наряжать. Мы уже с ней надели первый комплект. Вот самая прям базовая база, которая только может быть. И для всех людей, которые хотят оголить свой животик или не хотят, есть альтернатива. Значит, так мы показали встроенность фигуры. Если вдруг что-то смущает, вот здесь внутри можно застегнуть жилет и будет смотреть совершенно иначе. Но, кстати, прикольно. Давай сначала покажем, что у нас есть белые акценты. Сюда, кстати, белый ремень не добавила, но он у нас в капсуле присутствует. Из аксессуаров два ремня, коричневый и белый. Значит, белый ремень у нас хорошо с обувью будет сочетаться. Просто замечательно. У нас здесь есть, допустим, белая сумка. И первый образ у нас будет более женственный, а дальше мы его немножечко переделаем. Смотрите, вот таким образом можем отправиться на работу. Просто костюм тройка, какие-то не слишком акцентные босоножки. Если вам не разрешено, скажем, потопать с педикюром с открытым в босоножках, ну, найдите какую-то альтернативу в виде балет, они, кстати, сюда тоже подойдут. Вошах у нас что? Маленькие акценты не стали перебирать с акцентами и оставили шею открытой, потому что достаточно яркие серьги у нас. Все, маленькая сумочка, небольшая такая, тоже геометрическая форма. Обратите внимание, здесь все геометрия. Все вещи держат форму, все с четкими линиями. И эти четкие линии даже в мягких тканях, таких как вот здесь вот лен, он все-таки струится. За счет того, что отпаренные стрелки на шортах тоже более структурным и собранным кажется этот образ. Мы сейчас меняем аксессуары и даем другое настроение тому же образу, это будет более пляжный вариант у нас с тобой. Поэтому мы возьмем другой головной убор, вообще, в принципе, добавим его головной убор. Возьмем с тобой, поменяем ремень, добавим коричневые акценты, а обувь оставим. Ну, в принципе, можно и леопард добавить, но так, наверное, будет более пляжно на плоском ходу. Никто же не пойдет же на каблуках по пляжу, да? Видали мы это. Даже сильно не прощаясь с этим образом, мы сейчас его сделаем совершенно иным. Меняем обратно на белый ремень. Очень просто все делается. Нам надо сейчас показать красоту жилета, что можно и вот так, без жакета, спокойно носить его. Поддерживаем белый цвет по вертикали. Он будет у нас здесь в портретной зоне, на талии и на ногах. Дальше, поскольку у нас здесь холодный металл, я добавляю ей голубые очки с голубым акцентом, белыми дужками в холодном металле. Погнали. Дальше можно добавить еще немножко портретную зону серебристых акцентов. А я, знаешь, что даже хочу? Я хочу тебе чокер добавить, он тоже в серебре. Тогда нам придется снять сережки, потому что это будет уже ту матч. Да, у нас вот такой джинсовый. Мы сейчас его наденем. Какую мы сюда сумку белую возьмем? Маленький ченч. Мы берем, сейчас скажем, иностранные слова, что по-русски не можешь говорить. Я вот это уже предвкушаю комментарии ютуберов, вот этих нонеймов. А берем бурбашенцию и прям не боимся, прям не боимся. Только главное, чтобы она тонкая была, повязываем на талию. Я вот хочу немножко акцент оставить на ремень, пусть он будет виден здесь. И вот смотрите, казалось бы, у нас и шорты, а брюки превращаются в элегантные шорты, элегантные шорты в элегантную юбчонку. Правда? И неплохо даже, очень. А потом мы еще на злобу всем наденем сверху жакет, вот похихикаем потом над вами. Теми, кто будет писать, ну с ума сошли бабенцы, чё творят? Смотри, теперь мы с тобой берем и рубашку эту накидываем на жилет, а жилет полностью застегнем. И вместо жакета мягким слоем, когда нужно прикрыть руки, особенно на пляже где-то, на море, когда вы идете в полдень, очень палит солнце, накрыли, прикрыли руки, тонкая рубашка из хлопка, всё. Плюс добавили дополнительный акцент, это принт, клетка, он всегда выгодно смотрится на фоне однотонных вещей, очень красиво. И не забывайте открывать запястье, чтобы показать, что у вас там, ну, всё тоненькое, худенькое, потому что всё довольно свободное. Даже если мы с вами не выходим из этого образа далеко, снимаем рубашку, нам нужно померить два плечевых изделия, я хочу увидеть куртку с докером. А вот кружевную рубашку мы уже без докера с тобой обыграем с распущенными волосами и заменим в этом случае чокер на что-то иное. Вот я уже приготовила ещё один лучок с шортами, вот мы возьмём такую шляпку, возьмём сейчас очки в руговой оправе и вот такую вот old money сумочку, и будет красивенько. Погнали! Всё очень сильно помялось. Ты же прекрасно знаешь, что для льна это нормальная история, когда мнётся он, это его текстура. И если у него есть естественные замятости, не те замятости, когда вот так вот его взяли и ногой в шкаф запихали, это не те замятости. А замятости при движении, когда вы сидите. Вот это нормально. Здесь я не стану, мне кажется, панаму не нужно. Берёшь очки только, да, и всё, и отлично. Вот old money, пожалуйста. С немного драмой от Моники Белуччи на ногах. Леопардовая драма. Сейчас мы выбрали джинсы как низ. Нам нужно попробовать все верха, скомбинировать с ними. За основу мы можем взять также и пола. Давай знаешь, как поступим? Мы сейчас накинем джинсовую куртку с пола, покажем, потому что это не самый, скажем, очевидный случай. Но надо показать, про что так бывает. И наша задача теперь менять разные верха, причём это может быть два слоя. Сюда может быть вместо пола майка обычная наша. Точно так же с курткой она будет выглядеть хорошо. И мы сейчас покажем несколько вариантов комбинаторик верхов с джинсами. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически всё с джинсами мы показали. Все сочетания, которые могут быть. Я думаю, что нам пора переходить к кружевному комплекту. Мы его сначала вместе покажем. Вот, теперь мы надеваем комплектом и показываем вариант с комплектом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у меня прическа изменилась. Что-то на мне изменилось за весь выпуск. Я, между прочим, кайфую, когда не надо переодеваться, а есть кто-то, который всё время переодевается, 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 потому что мы уже сбились со счёт, какое количество образов у нас получилось из 11, внимание, 11 вещей. Значит, что нам осталось? Померить платье розовое. Всё. Мы его берём, и сейчас будет энное количество образов с розовым платьем, а вы сами напишите в комментариях, в каком образе вы куда пойдёте в этом розовом платье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чаще всего я наблюдаю такую историю. Вы берёте вещи, вроде бы научились их комбинировать, но аксессуарами совершенно не умеете пользоваться. Вы даже не пытаетесь их внедрить, потому что это, как вам кажется, очень сложно. На самом деле не нужно иметь такой огромный арсенал аксессуаров для того, чтобы разнообразить свои образы. Достаточно иметь, например, одни бусы, одно колье, парочку серёжек в холодном и тёплом металле, парочку очков и пару ремней. Две шляпки и две сумки. Этого достаточно, чтобы миксовать образы и делать их совершенно разными. Вы заметили, что одно и то же платье смотрится по-разному в комбинаторике. С докером, например, и вот такой вот шляпкой. Хотя мы так даже и не пробовали объединить, и это тоже было бы неплохо. То есть здесь важно обращать внимание на то, что у аксессуаров есть свой характер. И к некоторым базовым вещам, как, например, к шортам и майке, аксессуары могут добавить этого самого характера, а он изменит образ до неузнаваемости. И всё же, если вам сложно разобраться в характерах аксессуаров, или вы не можете себе их никак подобрать, записывайтесь на консультации к стилистам бренда Ксении Князева. Мы подберём вам образы и обувь, и сумки, и аксессуары так, что вам не нужно думать, в принципе, что с чем комбинировать. Сделаем фотографии и будете действовать по плану. Итак, у нас с вами всего лишь 11 вещей, а по факту почти 40 разных образов на разные случаи жизни. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск, и многие вещи вы взяли себе на заметку. Сразу хочу сказать для тех, кто будет писать, что Ксюша, это же всё для молодых. На самом деле, точно так же, или немного хуже в некоторых местах, я бы выглядела в этих образах, и любая взрослая женщина, которая со своей фигурой, допустим, до 48-50 размера, может себе позволить носить вещи. Такого силуэта, кроя и так далее. Но в любом случае мы помним, что майку мы можем заменить на футболку, шорты короткие на длинные штаны для тех, кому это дискомфортно. И для тех, кто будет говорить, что капсулы за 11 вещей на целое лето – это дорого. Посчитайте, сколько вещей в вашем гардеробе есть на лето, сколько вы накупили уже. Они неактуальны, скорее всего, ни с чем не сочетаются. Но при этом, если мы посчитаем, сколько выходов было в одной вещи за все три месяца, скажем так, лета, вы поймете, что каждый выход окупил стоимость этого изделия. Потому что чем чаще мы носим эти вещи, тем меньше стоит один выход в этих вещах. И по сути у вас получается вполне себе бюджетный гардероб. Плюс, что немаловажно, ну, как говорили англичане, мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Правильно, они должны служить долго и комбинироваться в огромном количестве. И еще есть вещи, которые тут категорически не выдат из моды очень долго. Например, у вас эти джинсы совершенно базовые, вы спокойно их носите осенью с грубыми черными ботинками, в том числе с черной водолазкой и ремнем. С любым жакетом из осенней коллекции носите голубые штаны. Кроме того, пол мы с вами также надеваем под жакет в любое время. Как и майку, которую зимой мы носим с вами под объемные свитера, чтобы они не кололись. Это совершенно универсальная штука. Рубашка в клетку прекрасно впишется в осеннюю коллекцию. И также джинсовую куртку мы поносим еще и осенью на водолазки и джемпера. И если мы говорим про кружевные комплекты, то подобный комплект спокойно можно сочетать в новогодних образах. Это тоже будет актуально и красиво. Ну, платье-комбинация в розовом цвете, скорее всего, тоже либо это новогодний нарядный образ с какими-то красивыми туфлями, либо, конечно, только летний.